Всех приветствую себя на канале для пострадавших жертв от психотеррора. С вами я Андрей Шутов и мой тайм-аунд окончен. Я возвращаюсь опять на канал. Буду брать опять интервью у жертв, то есть у пострадавших от психотеррора. Жизни мне не дают, ее и не будет. Агенты, которые засланы, докладчики. И садисты, которые засланы квартирой ниже и выше, они продолжают издеваться надо мной. Работу я так и не нашел, как и предполагал это сделать. Запеченье у меня происходит ночами и днями, как обычно все. То есть ничего не изменилось. Просто можно сказать, я взял небольшую передышку у остальных пострадавших, которые дают мне информацию. Постоянно ее тоже брать интервью. Это тоже работа. Постоянно слушать истории людей. Но я делаю это, естественно, ради народа, бесплатно. Мне ничего за это не надо. И поэтому я буду дальше это делать, чтобы помогать людям. У меня не остается другого выбора. Потому что погибать просто так, зазря, тоже нет никакого смысла. Так что присылайте мне свои видео. Я оставлю ссылки сейчас на свои контакты опять. Кто хочет и желает, добавляйте меня по контактам к себе и рассказывайте свои истории. Не будем молчать. Опять же соберем, как говорится, какую-то информацию, чтобы люди были в курсе, что происходит. Жизнь разрушена. Избавиться от этого нельзя. От этого явления. То есть, да? Никак. Позже я расскажу на видео. Некоторую информацию дам еще людям. Некоторые видео, которые я заснял уже даже по передышке этой. Я выложил тут такие короткие видеоролики, которые я подметил. Это был психотеррор по поводу облучения и так далее. Скину на канал еще. И дальше буду заниматься своей работой. Видимо, у меня такая миссия. Я не знаю, просто другой работы у меня нет. Сидеть, считать стуки вот этого идиота, который сейчас стучит в стенки, просто нет никакого смысла и за это не заплатят. А просто задаром погибать нет смысла. Поэтому, пока ему платят, он будет меня убивать. А я буду тогда рассказывать людям правду. Без вас, естественно, мне не справиться. Вы должны тоже давать какую-то информацию, чтобы просвещать эту тему. Пытки высокочастотным, нелетальным, психотронным электромагнитным оружием высокого поражающего излучения. Мы все простые люди сейчас находимся в оккупации садистов, полицейских государств, которые нас убивают, истребляют. Просто они нас берут в черные списки, и наши дома превращаются в концлагеря. Об этом я расскажу в других видео, потому что я решил в этом видео чисто оставить послание. Мой канал не мертв, ни один, ни второй. Канал СтопСитиРо. Это тоже моя работа. Просто там высокопоставленные сатанисты, которые сидят на ютубе, оставили мне лишь одну попытку для галочки. И после этой попытки, когда они решат, мой канал будет удален. Это печально. На него, скорее всего, я не буду никакую выкладывать радикальную информацию. Там, где я их поношу всячески, да, ублюдков этих, которые нас истребляют, убивают. Сами вы поняли, я помню, говорю. За это они мне мстят. За эту тему. Эта тема у меня не повернута, я не какой-то там, да, зацикленный. Просто эта тема касается всего. Уже поняли, наверное, о чем я говорю. Но о ней я не буду уже говорить. На своем на этом канале, канал Андрей Шутов, я о ней не буду уже говорить. Для этого у меня есть другой канал. Православный крест. Там я буду рассказывать. Хотя и там они мне уже дали бан одного видео. Это бан дали за то, что я укладывал про одного уже погибшего, царствием небесное, фсбшника, которого убили. Литвиненко. Отравили полонием. Этот человек открыл очень много правды. То есть о Путине, о его сатанинском культе, да, спецслужбовских убить и так далее. Которые, собственно, нас истребляют. Это целая схема, да, убийц. И за это мне дали там уже бан. Я даже уже не могу и там уже распространять информацию. Но есть одно ное, я хочу порадовать. Я за это время создал свой сайт для пострадавших жертв от психотеррора. Там я также буду делиться ссылками, распространять информацию. Там есть форум. Его я поднастрою так еще, как смогу. Хотя я не высококлассифицированный программист, но кое-какие навыки имею. Я обучаюсь быстро, в отличие от всяких идиотов, психотронщиков, которые мне портят мою работу. Информация будет распространяться как рассадник. И она будет идти и идти, я надеюсь. Потому что только информацией мы можем бороться с этим сатанизмом и нашим убийством душ человеческих. Невидимой радиации электромагнитного смога. Мне очень многое надо рассказать вам. Поэтому вновь канал, как говорится, на плаву. Да, я буду и далее заниматься работой. Рассказывать правду людям. Надеюсь, у меня защитится когда-то. Когда-то мои труды, если не сейчас, но попозже, дадут свои плоды. Тем людям, которые, возможно, понесут тяжкий крест по своей жизни. Возможно, кто-то с молодости уже, с подрастающего поколения. Или еще кто-то, кто еще не в курсе всяких дел дьявольских, которые творятся в нашей земле. Что творят с нами? Культы фашистских убийц, которые оккупировали всю нашу территорию. Русской земли, то есть нашей Руси. Поэтому не волнуйтесь. Вместе мы сила, и мы пробьемся. Мы пробьем путь к свету, информации и правды. Не бойтесь ничего. Я с вами. Вы не одни. Так что никуда я не делся. Просто я взял небольшой тайм-аут. В нашем соединении. Потому что порой очень тяжело переживать это все. В одиночку. Как бы не всегда психологически справляешься с теми промежутками, когда тебя сильно запекают эти ублюдки. Когда ночами ты находишься просто в безвыходном положении. Всем жертвам психотеррора я желаю объединения, поддержки, крепкой веры не только в себя, но и в Бога. Именно Он помогает нам. Всем православным людям я желаю Божьей помощи в этом тяжком испытании, в этом бескромном мученичестве. Всем я желаю ангела-хранителя на пути. И чтобы эти ублюдки, которые вас уничтожают, никогда не добились своего. Кто молоды, желаю вам крепкого потомства и Божьей защиты вашим детям. Те, кто унывает, не унывайся, мы еще прорвемся. Те, кто поник совсем уже и кого-то пытают, не волнуйтесь. Ваша смерть будет не напрасно. Вы спасите свои души. Те, кто думают, что все потеряно, не бойтесь, ничего еще не потеряно. Это еще не конец. Это еще только начало нашей войны. Нашей войны справедливостью против беспощадных фашистов, нацистов, которые оккупировали нас своим кровожадным фашизмом. Поэтому давайте будем вместе бороться с этим страшным явлением, психотеррором. Сейчас мне, может быть, мешают они говорить своим колдовством, взбивают мне мысли. Ничего, мы прорвемся с Божьей помощью. Плюс я еще православный человек. И только Господь меня хранит, если так по чесноку. Не какие-то пленки, металлические каркасы. Нет, только Бог. Ему за всем лежит спасибо. Я хочу сказать вам, друзья, только в объединении силы. И если мы будем молчать, мы умрем молча, я уже это понял. Жизни они не дадут. Они не дадут даже ступнуть и шагу. Без контроля. Поэтому молчать нет смысла. Если мы будем молчать, мы как рыбки в аквариуме просто умрем. Вот и все. Умрем. Не от того, что, не знаю, нам не хватает чего-то. Может быть, просто океан пересохнет, да? Та вода, которая в аквариуме. Вот и все. Нам надо восполнять как-то ее. Восполнять мы будем информацию. Вот такой пример приведу. Так что, с Богом, друзья. До связи.